Душанбе 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 Сестра Мария родом из Таджикистана. Девушка отучилась в Италии и стала монахиней посольства Святого Престола Ватикан в Таджикистане. Католики находятся на территории страны более 40 лет, а основными прихожанами небольшого, но уютного храма Сарганом являются в Италии. В основном люди к нам относятся нормально. Не есть что, как в других странах, что мусульмане. Мы знаем, что есть конфликты, но здесь очень спокойно и не гнобят, ничего такого не делают. Закон Таджикистана о свободе совести и религиозных объединений от 2009 года вызывал много споров еще тогда. Многие международные наблюдатели критикуют его. Так Костяб США поместил Таджикистан в список стран, в которых власти нарушают права граждан на вероисповедание. Согласно этому закону, все религиозные объединения в подотчетности государства и обязаны предоставлять властям всю отчетность о своей деятельности по первому требованию. Совершать молитву в общественных местах запрещено. Каждый верующий имеет право молиться в четырех местах – мечети, собственном доме, кладбище и местах паломничества. Проповедовать свою религию вне храма также запрещено, что ограничивает деятельность религиозных общин. Так Хусейн Шакиров, сотрудник Комитета по делам религии, привел пример с организацией «Свидетели Ягова», деятельность которой в 2008 году в Таджикистане была приостановлена. Протерпение «Свидетели» в отношениях, что в результате мы не можем уничтожить границ. В отношениях по делам религиозных общин, то есть два варианта. Это один из тех, кто создает участие, который создает участие, 10 человек создает участие на участие. И если они хотят улучшить участие, то они создавали участие и создавали участие, чтобы создать участие на участие, и они создавали участие. В других ситуациях, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе ВПЕС. Конституция Таджикистана гарантирует свободу выбора религии и вероисповедания, но смотрится довольно парадоксально на фоне этого закона. Власти заявляют, что все эти меры направлены на предотвращение радикализации, и что для укрепления межконфессиональных отношений часто проводятся семинары, тренинги и конференции для всех общин. Воскресенье – особый день для баптистов. Сама Церковь Евангельских Христиан-Баптистов существует на территории Таджикистана 90 лет. С раннего утра в Дом молитвы всех народов на службу идут люди разных возрастов и национальностей. Если ты являешься таджиком и исповедуешь христианство, то у людей возникает много вопросов. Ну, конечно, как и везде, кто-то относится к этому негативно, кто-то, в принципе, положительно. Но мы делаем упор на то, что мы проживаем в правовом государстве. У нас есть закон о свободе, вероисповедании, где человек может исповедовать любую религию или не исповедовать ее. Лет 10 назад в эти храмы приходили сотни людей, а по праздникам невозможно было протолкнуться. Однако людей, не мусульман, с каждым годом становится все меньше. Многие просто уезжают из Таджикистана. Но, несмотря на это, бахаи, исмаилиты, католики, православные и другие продолжают вести свою деятельность и собираются в своих узких кругах, поддерживая религиозное многообразие в стране.